У нас есть телемост. Так, у нас есть возможность связаться с губернатором Краснодарского края, Александром Николаевичем Ткачевым. Он уже валерьянский. Александр Николаевич, у нас хорошо слышите? На фоне Сочи. Слышно хорошо? У меня к вам вопрос, извините, сразу прямой. А как проводить Олимпиаду в Сочи? Где гарантия, что то, что происходит в станице Кучевской, не происходит по всему краю? Что приедут гости, и они не окажутся в центре бандитского разгула? В Сочи 33 воровских авторитета проживали. Ларий Вольфович, спасибо. Александр Николаевич, в одном Сочи, решите услышать господина губернатора. Я не пойму, у нас там кто главный? Главный? У нас там кто главный, Жириновский или Соловьев? И в Сочи, и в Москве главный не Жириновский, а главный президент и правящий тандем. Все хорошо. Я ничего не слышу. Так, скажите, пожалуйста, где гарантия? Хорошо. Значит, слышу... Александр Николаевич, где гарантия безопасности... Да, я слышу, да. Это без преступника, без гарантии. Я думаю, что то, что произошло в Кущевке, это, безусловно, чудовищное преступление. И оно, безусловно, могло произойти в любой точке России. В семье небезородов. Если мы начинаем сегодня разбираться последовательно, вот кто они, где родились, где крестились, какая деформация произошла с этими людьми, они жили-то в обществе. Были и депутатом, и меценатом, занимался благотворительностью, большим крупным фермером. И тут такое преступление. Знаете, настоящий оборотень. И, подчеркиваю, это могло произойти в любой точке России. И, конечно, что касается Сочи, Олимпиады, безусловно, только очень четкая, очень агрессивная профессиональная работа, безусловно, правительных органов, конечно, обеспечит проведение безопасной Олимпиады. Я скажу вам, в Китае, в Лондоне, в других, мне приходилось достаточно часто бывать, смотреть подготовку, мы сегодня очень много работаем, не только в плане организации, строительства, но и в вопросах безопасности. Очень большое значение придает государство в вопросах безопасности. Тратят на это средства из бюджетов всех уровней, огромное количество полицейских задействований, спецслужб по обеспечению безопасности, все боятся, все переживают. Это понятно. Приезжает огромное количество гостей. Я уверен, я убежден, что мы сможем обеспечить полную безопасность всех проживающих, приезжающих спортсменов, гостей. Понятно. Какие выводы из этой трагедии сделали лично вы, как губернатор, потому что это произошло на вашей земле? И что сейчас можно сделать для жителей Кучевки, чтобы они опять поверили, что они граждане Российской Федерации, и Российская Федерация о них заботится? Вы знаете, самое главное вернуть доверие людей к власти, правительным органам, к судебной власти и, конечно, к правосудию, безусловно. Эти мерзавцы, преступники, нелюди, конечно, должны получить самую высокую кару. Самую высокую кару. Конечно, была бы моя воля, я бы их на куски разрезал. И я видел глаза людей, потерпевших родителей, родственников. Вы знаете, когда руководители следственной бригады, милиционеры рассказывали увиденное, когда зашли в дом, у них у самих, в общем-то, слезы наворачивались. Потому что без такого, без стресса смотреть и передавать это невозможно. И поэтому, конечно, это главное сегодня. И, безусловно, обеспечить нормальную, четкую, профессиональную работу правительных органов. Другого у нас выхода нет. Вам сообщали об этой трагедии еще в процессе развития? То есть вот с какого момента вы поняли, что там произошло нечто экстренное? И что надо менять всех? Там, главу администрации, милиционеров? Я думаю, что спустя как минимум полчаса, я, безусловно, знал уже, случилось все в Кущевском районе, в Кущевке. Вы знаете, станица сама, за последние, я прошу прощения, Володя, за последние три года ледовый дворец, бассейны, дороги, цветы, фонтаны. Это одна из преуспевающих станиц нашего края, на границе Ростовского и Краснодарского края. Это казачья, с особым статусом, с корнями, с колоритом особенным. И поэтому там живут люди нормальные, в общем-то, всегда улыбающиеся, приветливые. Конечно, этот стресс, этот шок пережила не только Кущевка и Края, и вся страна. И понятно, из этого нужно выходить. Спросить можно? Ну спроси, но вежливо. Вы знаете в Сочи такой ночной клуб «Агава»? Существует уже 10 лет. Там молодежь сажают на наркотики, милиция знает, силовики знают. Не может губернатор Ткачев взять пистолет и идти расстреливать. Ну там не убивают. Ну 10 лет существует клуб, где сажают на наркотики вашу молодежь. И ваша милиция знает, и ничего не делает. Но какая ваша милиция? Вы с Нургалилом говорите или с Ткачевом? Ну он же губернатор. Секундочку, можно ответить? Можно ответить? Я знаю Москве. Можно ответить? Прошу, отвечайте. Владимир Владимирович, я понимаю ваше отношение к нашему краю. Оно особенное, да. И хочу сказать, что я по клубам, к сожалению или к счастью, не хожу. Уже не в возрасте. Но ситуацию безусловно владею. И вы знаете, послушайте, пожалуйста. Сегодня в крае, на Кубани принят закон. Один из немногих в стране молодежи до 18 лет, до 22 часов, без родителей, без присмотра. Запрещено находиться. И плюс распитие и продажа, без присмотра напитка. Мы уже давно работаем в этом режиме. И что касается воров в законе, абсолютно ответственное заявление. Ни одного вора в законе на территории Краснодарского края, в том числе благодаря прогонительной системе, нет. И я думаю, что ближайшие десятилетия не будет никогда. 33 только в Сочи, 33. И Усаян был у вас много лет? Не врите, не врите. Ну как я вру? Не наговорите. Тогда врет Министерство внутренних дел России? Идите к Нургалиеву. ФСБ России? Прокуратура? И только вы губернатор не врете. Владимир Вольфович. Да давайте закроем всю страну, оставим Качева губернатора. Александр Николаевич, люди, Владимир Вольфович, спасибо. Сейчас, сейчас, сейчас. Александр Николаевич, не надо. Такое возрастное отношение, это же представитель революционной власти. Это можно скажу. Поэтому и бардак у вас крайне. Сейчас позову Селезневу, чтобы он вам отключил по старой памяти. Первого снимать с работы. Александр Николаевич. Владимир Вольфович, то, что произошло в Кущевке, можно? Можно я отвечу? Да, перед тем, как вы ответите, просто очень важный момент. Это произошло в Кущевке. Да, прошу. Да. С Молдаваном вы встречаете? Владимир Вольфович. А, могу, да? Владимир Вольфович. Молдаван. Владимир Вольфович. Должен встречать? Уважайте власти, вы будете невъездной в Сочи. Да, прошу вас. Слушайте. Пропади пропадом, это Сочи. А вот это напрасно, у нас там Олимпиада. Александр Николаевич, говорите, пожалуйста. Олимпиада был невъездной. Тихо. Вы знаете, вы знаете, опять врет. Опять врет, потому что он каждый год, по несколько раз в году с удовольствием приезжает и в Сочи, и в Анапу и всегда хочет встретиться с губернатором. Это, так сказать, странно. У него, ни у кого из руководителей фракции нет такого желания. И приносит сюда, и приносит сюда такую кипу вопросов. Прекратите, пожалуйста, базар. Вы не в дуле. Он не дает мне сказать правду. Он встречается в Алтаваре. Правильно. А вы завидуете. Вот вы не авторитет. Вот и боритесь с тобой. Александр Николаевич, вопрос, который волнует многие. Приносит мне на стол всегда такую папку заявлений, вопросов и просьб личных его и его, так сказать, поборников. Первое. Второе. Посмотрите на свое окружение. Владимир Ильич, вот то, что цепки примерно сделали в Кущевке, я, так сказать, может быть, это будет слишком жестко, но окружение у вас примерно такое, дорогой мой Владимир Ильич. Внимательно обратите внимание, с кем вы и куда вы идете. И страны идете. Владимир Ильич, что вы ждали в Кущевке? А он и не сдал. Да, с удовольствием. 27 лет. Сейчас страна узнает об этом. И вы молчали. Сейчас об этом знают. Владимир Вольфович, спасибо. Подавать информацию. Владимир Вольфович, спасибо. Александр Николаевич, последний вопрос. Иначе я чувствую, что будет инфаркт миокарда. Да, да. Да, когда-то будет. Это у вас или у него? Вопрос такой. Очень многие боятся, что сейчас дело спустят на тормоза, назначат виновными человек 6-7 отморозков и не увидят, как 158 бойцов готовилось резать, этого никто не видел, не увидят связи на высоком уровне в правоохранительных органах, в прокуратуре, в ФСБ. Вы можете гарантировать, что дело не будет замолчено и вся раковая опухоль будет выточена на свет и выведена под корень? Да. Вы знаете, убийство, это резня беспрецедентна. И, конечно, я уже повторюсь, это шок не только для нашего края, Кущевки, а для всей страны. И поэтому это расследование находится под пристальным вниманием и президента, и руководства страны, и, конечно, прокуратуры. Бастрыкин Александрович неоднократно приезжал, следственная бригада, более 100 человек. Я абсолютно убежден, и хочу, чтобы поверили мне и Кущевцы, и все жители нашего края, что это дело будет доведено до конца. И эти нелюди, эти звери получат по полной программе. Они будут сидеть в тюрьме пожизненно. И надеясь, что никогда оттуда не выйдут. Спасибо большое. Александр Николаевич, извините за излишнюю эмоциональность нашего обсуждения. Спасибо вам большое.